Всем большой-большой привет! Сегодня 27 мая 2024 год. У нас в предыдущие три дня был очень сильный ветер. Сегодня еще дует, но уже не так сильно. Вчера к вечеру казалось вообще как-то немножко холодновато даже. Но ничего, сегодня опять жарковато. В предыдущем ролике я вам показывала розы. Если кому интересно, можете посмотреть, кто еще не видел. Но за эти три дня все больше и больше распускается. Я сейчас только быстро, образно пробегусь и все покажу, потому что это первая волна. И она самая обильная бывает. Какие-то розы быстро же отцветают, а какие еще будут долго-долго цвести. И сразу переходящие на вторую волну. И какие-то практически бывают без перерывного цветения. Но не все, конечно же. Поэтому хочется запечатлеть вот тот момент, пока еще все цветет так красиво. Так, ну, у этого гостевого домика две розы у нас при тесте. В том году, кстати, вот эта розочка эльф. Во-первых, она в том году так сильно заболела. Я не знаю, что с ней случилось. Она начала погибать. Мы ее в этом году очень сильно обстригли. Ну, и то, и осенью. Как-то, так скажем, обновили веточки. Но, я думаю, надо вот это тоже старое, скорее всего, убрать. Может быть, уберем осенью. Она, конечно же, цветет. В этом году, в том году вообще не цвела. Но все равно как-то не так, как раньше. Раньше она была такая шикарная роза. Но то, что вот она уже, так скажем, спаслась, уже радует. Эльф плетиста. Вот. В общем, очухиваться. Так, эта еще больше и больше распустилась. И очень много бутонов. Ее, кстати, когда обрабатываешь по листу, в общем, она подвержена пятнистости. То есть, ее по листу, она не очень-то любит обработки. Так, мы сядем. Кстати, вчера порывался дождик. Мы вчера ездили в Староминскую. Ветер там был еще сильнее, чем у нас. То есть, на трассе даже машина шатала. Вот. У нас вроде как-то не в той... Ну, в общем, поменьше у нас ветерок был. Конечно, сильнее, но не так. Так, это аспиринка распускается. Вот. Там поэзия. В общем, я это все показывала в предыдущем видео. Можете посмотреть по сортам. Сейчас не буду проходиться. Просто сейчас уже распустилась, уже практически в полную силу. Видите, ветер еще есть. Лаванда вот-вот зацветет. Уже вроде бы синеет, видите, немножечко. А у меня так сильно тут разрослась. Уже она заполонила все вот это вот низ. И немножко... Немножко тут прижимает некоторое растение. Ирис болотный отцвел уже. Юка выкинула стрелку. Так. Что еще? Что еще вам показать? Кактусы. Ой, они позавчера тоже... Вот там вот, которые лежат, они тоже цвели. Но из-за сильного ветра, их так сильно колыхало, то есть они вот так вот чуть-чуть распустились и сразу же сложились. Потому что, ну, в такой ветер это невозможно. Им цвести. Их тут мотыляло, кидало. Ведь даже мусор нанесло, и соломо, и всякую ерунду. Короче, сейчас уже цветут практически бесперерывно. Очень много стрелок, поэтому один за одним, один за одним. И там еще маленьких почек много. То есть, получается, вот я посчитала, это у меня уже... Ну, в общем, по третьему разу стрелки выкидывает цветут. Как-то так. Кстати, буду сейчас стрелки у чеснока убирать. В этом году, как я говорила, уже чеснок намного раньше. О, как острикоза красиво летает. Чеснок намного раньше поспевает, и нужно стрелочки убрать. Никогда не пробовал, но хочу замариновать эти стрелки и перекрутить еще как, типа, пасту. Потому что чеснок мы очень любим. Что-то все нахваливает. Пока они еще вот такие вот не раскручиваются, еще мягонькие, надо бот их сейчас пообрывать и что-нибудь сваргать из них. Пока еще сама не знаю, но что-нибудь придумай на ходу, но надо их убирать уже срочно. Так, что с огурчиками? Тут пару дней был, три даже был ветер сильный, и у меня некоторые вот скровите даже. Вот это от ветра. Вот так вот они. От сильного ветра. Видите как? Вот, кстати, вот бывает, когда в августе суховеет, тоже так же происходит. То есть листья прямо сгорают и сохнут. А эти-эти, тут, видите, больше к стенке, и они себя нормально чувствуют. Ну, хотя это и сорт хороший, кураж. Ну, сразу идет с огурчиками этот сорт. А эти плоховастенько. Какие-то вот китайские, вообще у меня в этом году их мало, как-то не покупала два раза семян. Один раз еще вот последний позавчера еще подсеяла. Короче, те семена не особо-то взошли, два сорта. Ну, что выйдет? По сути, сильно-то много огурцов, но мне не надо, потому как соленых у нас еще с того года много осталось. Так, чисто на еду, а уже у кого-то теплицы, и пора дают, по 100 рублей сейчас участники продают огурчики. Че, Масюха? За мной ходишь? Так, вот это вот бордюрочки тут распустились. О, только сегодня появился. Вот посмотрите, вот это, кстати, зараза. Это называется Аленка. Блестящее. Вчера не было, только сегодня. Их ни к чем, никаким препаратом не уничтожат. Их только собирать ручную. Иначе они вот едят именно цветы сами. Это вот еще только... Вчера вот не было. Это сейчас вот только поедут. Сейчас я собираю их срочненько, пока они у меня не слопали все бутоны. Сейчас пробегусь. В общем, нашла три только. Один у меня улетел на глазах, зараза така. И только вот на Чепенделл они ели. Они забираются вот туда вот внутрь, и вот это, видите, все поедает. Именно бутоны. Вот это в народе называется Аленка. Это джук. Такой уредитель. В этом году вообще и трипсы, и клещи, и все на свете поедают розы. Из этого вид такой не совсем становится красивый. Потому что подъедает и бутоны, и листья. Так, что вам еще показать? Что вам еще показать? Груши. Вот такие вот пока груши. Ну, это будут уже где-то в июле полноценные. Ну, когда уже до урожая, до сбора. Так, что тут? Барок сильно осыпается. А мне это не нравится. Вообще не люблю розы, которые осыпашки. А тут при малейшем ветре и сразу все посыпалось. Блин, вообще, видите, мусорит как сильно. А ветром она ее вообще все лепестки в округе размотала. Вообще не знаю, куда мне. Куда-то ее надо будет ненавидное место куда-то будет пересадить. Сюда нужно искать сорт, который именно стойкий подходит. Потому что это не дело. Так, кубана. Новый побег и нарастает. Надо под ней все-таки... Ну, попробую начеренковать, конечно, если не получится, то докуплю на мне опять рост, где именно пробелы вышли. Что, отдыхаем? Ай, как хорошо, Масюха. В тенечке, да? В тенечке, Мася. Это стеночка с перужками. Молодая тоже зацветет. Ну, я в сортности не сомневаюсь. Вот аромат роз питомник. Вот эти все розы от аромат роз питомник. Очень качественные саженцы. Все по сорту. И у них много сортов, которых нет на других питомниках. То есть очень-очень мне нравится этот питомник. Находится тоже в Кущевской. Поли-Рояль. Пьер-де-Ренсар и Пьер-де-Ренсар цикламен. Повторяюсь, кто не знает, это у меня розам еще второй год. Второй сезон. То есть через два года вот полностью стена. Тем более я и горизонталью. Если бы прямо, то прямо они уже практически до верха были бы. Но пока горизонталью, чтобы заполнить объемом. цикламен Пьер-де-Ренсар более темный. Потому что рядом есть цикламен и просто Пьер-де-Ренсар. Так, значит, купили мы клубнику. Вот. У меня, так как моя клубники, ну, нету. Потому что я ее, во-первых, пересаживала. Во-вторых, пересаживала поздно. И она у меня не вся еще выжила. Ладно, на следующий год будет. В том году, кстати, тоже же покупали. Поэтому сейчас я займусь заготовками. Замораживать не буду. У меня еще из прошлого года. Какую-то часть оставлю покушать сейчас. И какую-то часть сделаю компотик немножко. Потому что клубничный компот только я пью. Вот. И варенье немножко сварю. Ну и все. Нужно разделить этот ящик. Так, что еще хотела сказать? А, хочу еще компотик попробовать по рецепту, как вот Оксана делает мохито. Я обычно, знаете, самое обычное не делаю. То есть, ну, только клубничка. Вот, хочу попробовать по Оксаниному рецепту. Оксана это с канала Живем и работаем на Кубане. Вот. Много подсматриваю для нее и рецептики и все остальное. Так. Ну что, займусь вот сегодня сейчас клубничкой, а потом, наверное, чесночные стрелки буду заготавливать. Пока еще не нашла нужные рецепты, что я буду с ним сделать. Для начала сейчас я клубничку переберу. Все перебрала. Это пойдет на компотик. Но компотики я буду, скорее всего, делать. И не трехлитровые банки. Ну так, на разок достал, выпил. Так, это на варенье сварю. А это так, покушайте, тут, который уже немножко помягче. Вот. В общем, распределила. Замораживать в этот раз, как я уже говорила, не буду. У меня еще с прошлого года замороженную нужно будет ее съесть. На варенье я засыпала сахаром. Пусть даст сок, потому что варенье я варю обычно без добавления воды. Оно и погуще становится, и посочнее. Так скажем. Пусть пока стоит часа два-три. В общем, до вечера. Посмотрю, если сок плохо даст, может до утра пусть стоит. Чтобы она напиталась сахаром, потом уже варить варенье. Так, на компот в банке стерилизую. Сейчас достерилизую, и у меня, оказывается, крышки старые. В общем, новых нет. Сейчас побегу до центра, подкуплю крышек новых. Хорошо у нас тут рядом от дома, через дорогу рынок, поэтому сбегала до рынка. Буквально пять минут, и все. Взяла вот такие крышки, там было два варианта, но вот мужчина сказал, что вот эти лучше, какие-то с устойчивым покрытием, с дополнительным устойчивым покрытием. Не знаю, попробую. я уже не помню, даже какие до этого покупала. И винтовые немножко взяла, потому что вот такие винтовые мне не очень нравятся. Есть и получше качество, я выпишу через озон или валбрис, который поплотнее. Хотя, на самом деле, вот эти винтовые, так же, как и эти, вообще лучше считаются на один раз. То есть, желательно бы второй раз не использовать. все равно тут нарушается какая-то при открытии уже, при повторном открытии нарушается вот это все, вот это вот все крепления, и поэтому можно пропускать воздух, и на второй раз они могут, короче, сдуться вся консервация. Поэтому я использую как и винтовые, как и эти тоже на один раз. Так, ну что, настаивается потихоньку, но плоховато. После, до вечера, вечером все-таки сварю спарение. Сейчас займусь, сейчас займусь, компотиком. Буду закатывать в двухлитровые банки. Вот, мне так удобнее. Купила лимончик, я уже говорила, буду попробовать, как Оксана делает мохито. Не знаю, ни разу не пробовала, но я две банки попробую мохито для пробы, и остальное все обычный, традиционным способом. Сейчас еще схожу в мету, на рву. Вот, и займемся заготовкой. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Складываю чисто визуально, ничего не замеряю, но, судя по остатку, напрашивается еще одна банка, шестая, поэтому сейчас помою еще одну банку, тоже двухлитровую, ну, и уже вот этот остаток доложу. В общем, три банки у меня будут как мохито, и три банки как обычно, традиционные. все. как аромат мяты, обалдеть. Чайником все скипячу, залью первый раз, а потом на второй уже раз, ну, солью, и второй раз уже будет сахар на песку. В принципе, все. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что с вареньем? Варенье закипело и кипит. Пусть варится. Я его вывариваю, знаете, не так, чтобы сильно густо было, но и не жидко. Так что пусть варится. Определяю на глаз, я не знаю по времени числа. Убрала все резиску, что у меня растет. Абсолютно все, даже которая небольшая. Потому что мне там... В общем, мне нужно было освободить место. Сейчас чуть позже покажу, почему. На самом деле это еще не предел. Она еще может крупнее вырастать, эта редиска. При том, что она не перерастает в сорта. Как я уже говорила, видите, шкурочка совсем тоненькая. То есть они не горчат, шкурка мягкая. Они не деревенеют, как обычный сорт редиски. Я говорю, я не устану нахваливать вот эту редиску из профсемян. При том, что вот это еще не самые крупные экземпляры. В общем, все, убрала. Будем сейчас кушать витаминки, налегать. Через недельку, уже через полторы год уже новая редиска. А летом мы ее не сеем, редиску. Потому что летом здесь жара. А редиска жаром, в общем, она не растет. Так скажем. Поэтому наедаем с витаминами сейчас. Сейчас даже взвешу, сколько весит вот эта вот редиска. Ну, по-моему, не знаю, крупная, не крупная еще. А, самую крупную съели уже. Сейчас вот эту взвешу, сколько ж она весит. Так, ну что. Ноль. 67 грамм. Самая большая. Так. 50 грамм. 56 грамм. Шкурочка тонкая, тонкая. Так, а почему я ее убрала, сейчас расскажу. Вот здесь она у меня росла, в этом ряду, редиска посередине. А по краям два сорта свекла Либера и Пабло по ряду вот так вот росли. Семечка не была. В общем, в чем дело? Вроде бы свекла вся взошла, я посмотрела. Но буквально, ну, наверное, с недельку назад смотрю, а вообще ни одной, ни одной тычиночки от свеклы нет. Абсолютно ни одной по всем двум рядам. Куда она исчезла? Куда пропалась вообще, я до сих пор не могу понять. То есть она просто исчезла, вот эти росточки. Поэтому редиску я все убрала и по новой посеялась. Хорошо, у меня эти семена же как бы остались, свеклы. И поэтому досеяла, но теперь не знаю как. Ой, как скоро она вырастет, но может вырастет. Это морковочка. Морковочка тоже где-то через одну почему-то пропала. Я не знаю, мне кажется, кто-то сжал просто-напросто. Это вот редиска, которая по новой посеяна. Вот. Так что вот такие дела. Куда исчезла? Ума не приложу. При том, что я помню, что она точно взошла. А потом вот эти росточки куда-то исчезли. При том, что ни одного не осталось. И в этом ряду, и в этом ряду. Оба сорта. Странная ситуация. У меня первый раз такое. Куда-то исчезла. Наверное, кто-то съел. А просто некуда деться. Так что вот такие дела. Поэтому повторно съела. Так, ну что. Компоты сварила. Чесночные стрелки буду завтра делать. Сегодня уже немножко повыдохла, по усталости. Тем более, надо еще найти какие рецепты и придумать, что к чему. Подумать вообще. Как-то так. Сейчас, знаете, у нас через 5 дней будет вывод цыплят. Так что бролеры, да? Ну, бролеры повыросли. У меня, правда, закончились опилки и солома. А солому менять приходится каждый день. Ничего страшного. В общем, вечером меняю солому. Сейчас вот под вечер поменяю. В общем, вот видите, подросли. Так-так. Так, чего сейчас у нас? Через 5 дней вывод будет цыплят. У нас же кочка села. Вот. Девочка разговаривает. Клочка села. Поэтому через 5 дней будет вывод цыплят. И уже пора, в принципе, проверять на оплот. Раньше я это делала часто. Мне это было все интересно. Вот. И вот сейчас, может быть, кому-то будет тоже интересно, как проверяется. И как понять, что там есть, ну, в общем, оплодные яйца. В принципе, это уже можно проверять на 5-6 день. После того, как сидеть, курица съела. Но я вот не стала ее тревожить. Аргош. У меня есть вот такой специальный фонарик. Видите, который просвечивает яйца. В принципе, можно и обычным фонариком маленьким просветить. Но этот более глубокий и более точный. В общем, сейчас я взяла вот такую плошечку. Возьму у нее, так как на улице светло. Возьму сейчас пока 5 штучек. Схожу. Пойду в подвал. Наверх у нас там темно. И проверю там на оплот. Видите, они у меня даже подписаны. 12 штук мы подкладывали. Но у нее там 13. То есть кто-то ей поднес в самом начале, где-то через день после этого. Сейчас вот туда зайду. Подвал там темно. И там просветить мы их посмотрим. Так, не знаю, как на эту камеру будет видно, не видно. В общем, такой фонарик. Сейчас проверим. Так, видно, нет. Вот смотрите, вот это воздушная камера. И тихонечко-тихонечко прокручиваем. На камеру, конечно, плохо видно. Видите, если есть воздушная камера, значит, там есть плод. И он, вот эта вот, болочечко, она шевелится. Где-то за день до проклева в этой воздушной камере будет клювик. Видно. Сейчас еще пока рановато. Так. Вот этот, кстати, третий. Так, тут. Вот, не подписан, это поднесли. Поднесли, и оно, видите, все просвечивает. То есть, это болтон стопроцентный. Неоплод. Неоплодотворенное яйцо. Либо бывает, значит, слабое яйцо, где замерзший плод. Слышите? Это 100%. Вот это болтон. Оно полностью просвечивается. Я его сейчас сразу и беру, чтобы ей не тратить на это время. Так. Следующая, 10. Тоже есть воздушная камера, но какая-то она плохо развита для этого срока. И, скорее всего, уже замерший плод. Вот. Но оставлю пока. Уберу сейчас болтуны. Так, еще одна. Вот это хорошо сформировано. Сразу видно. Видите? Только на конце. То есть, на тупом конце, не на остром, а бывает воздушная камера. Вот она. Ее видно. Видите, яйцо все не просвечивается. Просвечивается только воздушная камера. Все. Значит, там плод есть. Дальше. Так, восьмое тут. О, тоже болтун. Тоже болтун. Слышите? Болтаться. И полностью просвечиваться. Ну, сейчас на этом сроке уже тут ничего не будет. Это стопроцентно. Это просто болтун. Слышите? Болтаться. То есть, два болтуна уже. Так, это... Ох, тут хорошо видно воздушная камера. Так. Замечательно. Так, в общем, что? Четыре хорошие. Одно только под сомнение. Как-то она не полностью сформирована. Но, скорее всего, там, может быть, замерла. Вот эти два болтуна я пока оставляю здесь. Сейчас еще перепроверю. Эти ей подложу. Сейчас остальные возьму, проверю. Так, значит, принесла еще... Ой. В общем, вчера, видимо, кто-то ей еще поднес. Поднес это белые курочки. Они несут вот такие белые яйца. Вот эти белые последние. Впрочем, такая же и сидит. Вот эта вот порода. Вот. Поднесли. Не знаю, вот сколько. Два дня вот он получается. Потому что два дня назад я под ней все проверяла. Ой. В общем, еще поднесли. Но уже посмотрим, там зародыш зародился, не зародился. В общем, сейчас проверим еще вот эти. Ну и вот это, соответственно. Так, закрываем. Дверь. Вот, чтобы там полностью было темно. Что с этим яйцом? Зародилось? Не зародилось? Да нет, ничего нет еще. Вот нормально яйцо тоже, видите, просвечиваться. Это еще когда курица не сидела, то есть он не грел она его. И оно не болтается. Несмотря на то, что если болтун болтается, который просвечивает, а этот нет. Потому что это это вот нормальное яйцо, которое поднесли. Его можно убрать. То есть смысл, он все равно по срокам она его не высидит. Не будет же сидеть 20 дней одно яйцо. Так, ну что, проверяем. Так. Тут все нормально. Здесь есть плод. Так. Это самое крупное у меня. Что там? Тоже есть воздушная камера. Так, дальше. Тут замершие. То есть он просвечивает, но вот тут в одном месте есть пятнышко. То есть это просто замер плод. Слушайте, болтается. Втряясь до вывода осталось 5 дней. То есть это 100% тут уже ничего нет. Но если вы сомневаетесь в этом, все оставляйте как есть, ничего не трогайте. Потом уже, когда будут вылупляться, уже посмотрите. тоже просвечивается, тоже болтун. Уже 4 болтуна. Тоже просвечивается, тоже болтун. Это точно болтун, слышите? Как болтаться? Что-то у нее там немного и остается. Ты что, у меня Петя плохо поработал. Тоже болтун. Но тут в этом болтуне то есть замер. По-моему, плод. А нет, просто болтун. Блин. А что у нее что остается? Там 4, да тут 3. А вот он. нормальный. Что-то я порастроилась. В общем, 3 до 4 7 штук нормальный из плода. Раз, два, шесть штук. Это болтуны. Это болтуны. Вот это вот. Нет смысла. Я сейчас их даже не буду под нее подкладывать. Пусть она в полную меру высиживает эти полноценные яйца, которые с плодом. Сейчас их унесу. А эти еще разок проверю. Но я уверена, что это болтуны. То есть по срокам уже должно быть воздушная камера 100%. Так вот должно быть. Накануне, когда уже перед вылуплением тоже вам покажу, просвечу тут вот в воздушной камере под шевеление и клювик торчать. Но потом покажу. В общем, вот такие вот результаты. Что-то Петюша плохо поработал. Получается 6 неоплода. Одно поднесли. Ну все, пошла ей подкладывать. Пусть досиживает. Осталась ей неделька. Не высмущайся. Я тебе обратно несу, детишек. Я тебе проверила. У тебя все там поменьше стало, но зато ты нормально высидишь. Все, сейчас она их под себя все уложит, подо мне. Все, сиди, девочка. Вот так. Неделька тебе осталась. Она выходит, как всегда, утром позавтракать. Пушат только утром. Больше она весь день не встает совершенно. сидит исправно. Курочка эта маленькая, видите, которую мы купили весной. Это им еще полгода. И она уже сразу собралась мамкой стать. Только начали нестись. Яйца у них мелкие, пока белые. Ну вот, решила сидеть. Пусть сидит. В общем, все, ждем. Через пять дней какой результат будет. Что это получается семь штук, но не факт, что прям все идеально выйдут. Ну ладно, пусть сидит. Ну что, давайте посмотрим, какие все-таки они эти болтуны. их даже берешь, уже болтаются. Ну возможно там залеж работ. Нет, вот, все. Повторяйте, они пролежали, получается. Видите, болтун. Как бы нормальное яйцо, но это еще нормальное. То есть к концу периода, когда она уже досиживала бы 21 день, оно бы пахло. тоже болтун жидкий. Аргошка у меня тут стоит облизываться. Аргоши, они уже нехорошие, зайчик. Так, тоже, видите, все, это уже, вот, разлагается болтун, уже полностью жидкий. Это жалко. И они, когда, знаете, уже к концу, если когда, о, все, точно болтун, все. Это однозначно болтун. Вот они так вот выглядят. Тягостно. Но дождя так и нет. Так, все сухо. Дождя у нас давно не было. Все по кругу, да, около проходит. До нас не доходит. Так что сегодня опять придется все сильно поливать, проливать, потому что очень, очень сухо. Так, ну что, наверное, на этом буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за комментарии, за лайки, за советы. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok